Острая форма оофорита Острый оофорит это воспаление яичников Он бывает односторонним, правосторонним или левосторонним и двухсторонним Это одно из самых распространенных генемологических заболеваний воспалительного характера Однако, тем не менее, лишь немногие женщины знают, что это такое И как проявляется острый оофорит Между тем, своевременная диагностика и адекватное лечение данного заболевания Позволяют уберечь женщину от многих неприятных осложнений данного заболевания Острый оофорит может быть первичным, может быть вторичным Первичное воспаление, воспалительный процесс в яичнике Обычно возникает на фоне эвуляции, в период эвуляции Во время эвуляции происходит разрыв капсулы яичника И выбрать яйцеклетки в брюшную полость, в частности в маточную трубу И поврежденные участки капсулы яичника являются хорошими входными воротами Для инфекции, которая может попасть туда из брюшной полости или из маточной трубы И хотя это первичный оофорит, но как правило он редко бывает изолированным Обычно он засчитается с воспалением матки, с воспалением яичников, с воспалением кишечника и других близко лежащих органов Пути проникновения микроорганизмов в область малого таза Инфекция в область малого таза, в том числе к яичникам, может проникнуть восходящим путем Гематогенным, лимфогенным и нисходящим путем Восходящий путь это через влагалище, цервикальный канал, через матку, маточные трубы На фоне заражения инфекциями, передающимися половым путем Гематогенный, лимфогенный путь это путь передачи инфекции через кровеносные или лимфатические сосуды Из любого очага воспаления в организме у женщины А вот нисходящий путь это передача инфекционного агента из соседних близлежащих органов, смежных органов Аппендикса при его воспалении, то есть при заболевании аппендицитом И сигмовидной кишки, прямой кишки при их воспалении Группы микроорганизмов, вызывающих оуфорит, можно разделить на 4 вида Первая группа микроорганизмов относится к венерическим инфекциям Гонореи, трихомонада, сифилис и другие венерические инфекции Вторая группа это патогенные микроорганизмы Стрептококи, стафилококи, эшерихиополи, то есть кишечная палочка, палочка коха, палочка туберкулезная палочка Инфекции, передающиеся половым путем Хламидии, уреоплазмы, микоплазмы, генитальные герпесы и другие И смешанные инфекции Четвертая группа это группа, которая включает в себя различные виды смешанных инфекций И все же, острый оуфорит чаще всего это вторичное заболевание Сначала патологические микроорганизмы проникают в матку, затем в маточные трубы Затем уже инфицируется яичник Провоцирующими факторами острого оуфорита являются Естественно, это заболевание, передающиеся половым путем Хламидиоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес, ореоплазмоз, микоплазмоз Это инфекции внутренних органов, вызванные стафилококками, стриптококками, эшерихиями и палочками коха Это хирургические вмешательства на органах малого таза Аборты, диагностические операции, инвазивные манипуляции на матке Это кесарево сечение, это ЭКО, это самопроизвольные выкидыши Это установка внутриматочной спирали, которую организм распознает и воспринимает как инородное тело Это травмы шейки матки Это раннее начало половой жизни Случайные половые контакты без контрацепции Половые контакты в период менструации Это все то, что ведет к повышенному риску инфицирования специфической и неспецифической патогенной флоры Это гормональные нарушения, которые вызваны приемом оральных контрацептивов Причем неконтролируемым приемом гормональных контрацептивов Когда женщина сама себе назначает гормональную контрацепцию Это нетрадиционные формы половых контактов Неправильное питание, постоянные стрессы, злоупотребление алкоголем, наркотиками, которые вызывают снижение иммунитета Стадии оуфорита Очень важно знать стадии острого оуфорита Их всего 4 Первая стадия острого оуфорита Локализация воспаления яичников без признаков поражения близлежащих тканей и органов То есть воспалена только ткань яичника На первой стадии На второй стадии Острое воспаление яичников с воспалением маточных труб и брюшины Третья стадия Кстати, а два стадии переходят в другую Третья стадия Это формирование яичниковой, то есть авариальной, воспалительной опухоли Пиава, тубова, тубоавариальный абсцесс То есть уже формируется абсцесс, это мешок с гноем, с гнойным содержимым И четвертая стадия Разрыв гнойной опухоли Наиболее выраженные и опасные, естественно, третья и четвертая стадия Что ведет к надоению ткани окружающей и повышается риск опасных осложнений Симптомы острого оуфорита Острый оуфорит не всегда имеет типичное проявление Однако имеется ряд признаков, позволяющих заподозрить двухсторонний или односторонний воспалительный процесс в яичниках Кроме того, при первой стадии, частично при второй стадии, клинические проявления воспаления яичника минимальны Однако, поговорим об общих признаках, которые характерны для воспаления яичника Боли внизу живота имеют колющий или режущий характер, возникают периодически, либо присутствуют постоянно Кроме того, повышается температура тела и появляется вечерний язмок Появляются проблемы с мочеиспусканием Учащенные позывы, либо капельное выделение мочи, либо появление зуда изжения в области уретры, либо появление болезненного мочеиспускания Кроме того, могут отмечаться болевые ощущения и кровенистые выделения при половом контакте, либо после полового контакта Кроме того, сами влагалищные выделения необычные Они желтоватого цвета, с резким неприятным запахом, либо гнойные Во время менструации беспокоит спастическая боль, которая нетипична была ранее для данной пациентки Кроме того, может появиться нарушение менструального цикла и необычный характер менструальных кровотечений Либо слишком скудные месячные, либо слишком обильные Появляются боли в поясничной области, которые отдают в область прямой кишки Может беспокоить тошнота, рвота, метеоризм, диарея, снижение аппетита Признаки интоксикации появляются на 3-4 стадиях Гнойный сальпингис сопровождается повышением температуры тела резкой Лихорадочным синдромом Ломотой в мышцах и суставах Головными болями Общей слабостью Поэтому оптимально выявить острый оофорит на первых этапах его развития На первой и второй стадии Тогда риск осложнений данного заболевания минимальный Диагностика оофорита Для выявления оофорита используются следующие методы Во-первых, выявляет врач-гинеколог При расспросе пациентки Врач может связать воспалительный процесс с недавним абортом Инвазивными гинекологическими исследованиями Гинекологическими операциями Сложными родами Либо беспорядочной интимной жизнью При осмотре пациентки на кресле При пальпации Выявляются резкие боли В области яичников Обнаруживается инфильтрация в области яичников То есть они увеличены При длительном течении заболевания Яичники вообще утрачивают подвижность При распространении инфекции на брюшную стенку Выявляются признаки ее раздражения Скопление жидкости В позади маточном пространстве В дугласовом пространстве Отечность И болезненность в водоплагалище И кроме того Доктор замечает При осмотре в зеркалах шейки матки Непривычные Желтоватые Или гнойные выделения Из сервикального канала Также проводится ряд Лабораторных анализов И инструментальных исследований Общий анализ крови При остром оуфорите Отражает Увеличение Сои Увеличение Количества Лейкоцитов Смещение Лейкоцитарной Формулы Влево Проводится Общий анализ Мочи Для исключения Инфекции Мочевыводящей системы Проводится Обязательно Исследование Микробиологических Мазков Из Зуретры Из Влагалища Из Сервикального Канала Также Проводится Подсердиагностика Мазков Из Этих Локализаций Исследуются Мазки На Флору Берется Мазочек На Онкоцитологию Шейки Матки Проводится Ультразвуковая Диагностика Трансвагинальная Желательно Если Невозможно Сделать Трансвагинальную Ультразвуковую Диагностику Проводится Трансабдоминальное Исследование При котором Обнаруживаются Такие признаки Острого Олфорита Как Утолщение Маточных Труб При Развитии Процесса Можно Даже Обнаружить Спайки В малом Тазу Наличие Жидкости В заднем Своде При Остром Воспалении И Можно Обнаружить Опухолевидное Образование В области Придатков По По показаниям Проводится МРТ Или КТ Эндоскопические Методы Диагностики Эндоскопические Методы Диагностики Это Ляпароскопическая Операция Она Позволяет Выявить Очаг Инфекции Раз Позволяет Исключить Острый Аппендицит 2 Разрыв Яичника 3 Внематочную Беременность 4 И самое Главное Позволяет Выполнить Необходимый Объем Операции То есть Это не только Диагностическая Процедура Это лечебная Диагностическая Процедура Ляпароскопическая Операция Немного О лечении Острого Воспаления Яичника Лечение Острого Оуфорита Проводится В стационаре Если это Уже запущенная Стадия 3 4 Однако Иногда И на второй Стадии Заболевания Пациент Направляет В стационар Выбор Терапевтической Методики Определяется Тяжестью Течения Заболевания Стадии Заболевания Наличием Осложнений Общим Состоянием Организма Наиболее Эффективные Методотерапии Естественно Необходим Прием Антибактериальных Препаратов До момента Когда можно Будет провести Коррекцию Антибиотиками После получения Результатов Бактериального Посева Отделяемого Из Полости Матки Влагалища Уретры Назначаются Наиболее Эффективные Антибиотики Это Сефалоспорины Желательно Нутривена Четвертого Поколения Сочетание С метробелом Например Также Эффективны Такие препараты Как Доксициклин Азитромицин Цефотоксин Гентомицин Клиндомицин Ну и Метронидозол Применяются Иммуностимуляторы Применяются Противовоспалительные Противоотечные Средства Проводится Дезинтоксикационная Терапия Рекомендована Гормональная Терапия Для улучшения Работы Яичников И Также Рекомендована Системная Энзимотерапия Местная Терапия Насначается В виде Вагинальных Ванночек Вагинальных Свечей Капсул Спарнцевания Определенными Растворами Которые Содержат Антисептик То есть Спарнцевание Антисептическими Растворами А вот Физиотерапевтические Процедуры Показаны Только при Отсутствии Нагноения То есть Первая и вторая Стадия Оуфорита Они Способствуют Быстрому Рассасыванию Спаек Ускоряют Процессы Выздоровления Наиболее Эффективными Считаются Минеральные Ванны Воздействия Низкочастотными Токами Парафиновые Аппликации Иглорефлексотерапия Хирургическое Лечение Оуфорита В основном Проводится При 3-4 стадии Заболевания Применяется Тогда Когда Консервативная Терапия Не дает Результатов А также В случае Воспекновения Опасные Для жизни Женщины Сложнений Оуфорита И Как правило Он В сочетании С воспалением С маточной Трубы То есть Тальпинга Оуфорита Либо Воспаление Придатков В зависимости От тяжести Течения Оуфорита Вмешательство Может быть Органосохраняющим Или Радикальным То есть Либо просто Удаляют Очаг Воспаления При Ляпароскопии Либо Приходится Полностью Удалять И Яичник И Маточную Трубу Иногда При Тяжелейших Сложнений Приходится Удалять И Матку Какие Возможные Сложнения Острова Оуфорита Тубоавариальный Абсесс Это Гнойный Нарыв В области Придатков Опасен Инфицированием Брюшной Стенки Приводящим К перитониту И сепсису Тубоавариальный Абсесс Является Показанием К экстренному Хирургическому Лечению Потому что Он может Способствовать Распространению Инфекции На соседние Органы И Тогда Может возникнуть И Параметрит Первый Перитонит И Перитонит Хронический Болевой Синдром Возникает В 25% Случаев Сальпинго Оуфорита То есть Воспаление Яичников Вместе С воспалением Маточной Трубы Либо Просто Воспаление Яичников Бесплодие К невозможности Зачатия Ребенка Может Привести Непроходимость Маточных Труб Если Это Полная Непроходимость Это Абсолютное Бесплудие Если Частичная Непроходимость То При этом Возникает Еще одно Усложнение Повышенный Риск Возникновения Внематочной Беременности Кроме Того Осложнением После Лечения Осложнением Острого Оуфорита Является И Нарушение Менструального Цикла И Клинический Симптом Острого Оуфорита Так и После Лечения Тяжелых Форм Оуфорита Может быть Нарушение Менструального Цикла Профилактика Воспаление Яичника Клинический Возникновения Гнойного Оуфорита 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 И Нарушение Оуфорита 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 Продолжение следует...